МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конкурс под названием «Классный корреспондент» состоялся уже в шестой раз. Ежегодно он проходит на базе Байкальского государственного университета экономики и права. В этом году в качестве награды для всех участников мероприятия провели мастер-классы журналисты города. Одним из них стал наш корреспондент Артур Харламов. Мы смотрели, как происходит производственный процесс, то есть непосредственно новости, создание программ. На прямой связи со школьниками девушки из Японии Ольга и Дарья проходят практику на канале Би-Ти-Ви. Они рассказывают об особенностях работы телевидения в стране восходящего солнца. Слушатели – участники конкурса школьных периодических изданий и видеопрограмм. Классный корреспондент. Он проводится при поддержке Байкальского государственного университета экономики и права. Все ребята в зале заняты своих учебных заведениям, производством различной прессы или даже собственных телепередач. Оценивают их работы преподаватели и студенты старших курсов университета. У нас всегда участвует довольно много школ. География не только Иркутск, это конкурс областной, но самые ближние – это Ангарск, Усолье, Шелихов, Танхой, Большая Галаусная. Ну, довольно много участников. Зал весь занят, наверное, видели. Народа очень много, мы рады. Помимо видеоконференции, финалистам конкурса предлагается поучаствовать в мастер-классах для получения дополнительных сведений о профессии журналиста. Занятия проводят практикующие журналисты Иркутска. Сегодня мне выпала честь провести мастер-класс для этих школьников, участников конкурса «Классный корреспондент». Буквально через несколько минут мы поговорим о специфике работы телевизионных новостей на примере информационной редакции телеканала «Аист». Юные журналисты – ученики с 3 по 11 класс. Во время занятий им подробно рассказывают об основах литературного редактирования, фотографии и работы над новостными сюжетами. Много про фотографии, про видеосъемку, конечно, очень познавательно. Как придумывать идеи для видеосъемки. Мне очень понравилось. Я хочу связать свою жизнь все-таки с телевидением, стать режиссером, его корреспондентом и операцией. Участие в конкурсе нам придает определенный опыт. Не то, чтобы мы выиграли хорошо, просто это нам дает опыт и нам в калочку. По итогам конкурса лучшие работы в номинациях «Печатные СМИ» и «Телепрограммы» отметили призами и почетными грамотами. Как подчеркнули организаторы мероприятия, в следующем году в программу добавят еще несколько дисциплин. Например, фотографию. Артур Харламов, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Страшный диагноз – детский церебральный паралич. Еще не приговор. Пятилетний Юра Зайцев из села Алята Аларского района срочно нуждается в лечении. Для этого необходимо собрать средства в сумме 190 тысяч 800 рублей. Для мамы маленького мальчика, помимо которого у нее в семье еще трое детей, деньги большие. О том, как можно помочь Юре жить полноценно – материал нашей программы. Для пятилетнего Юры Зайцева это первая поездка в Иркутск. Как и все дети его возраста, Юра любит играть, кататься с горки и на качелях. Вот только передвигаться сам малыш не может. Диагноз – детский церебральный паралич. Мальчик родился раньше срока на 32 недели. Его сразу поместили в аппарат для искусственной вентиляции легких. Затем ребенок 30 дней провел в отделении патологии новорожденных. ДЦП врачи диагностировали в 6 месяцев. Каждый день ездить в районную поликлинику Кутулика за 50 километров мама с мальчиком не может. Дорого. Поэтому Лариса Зайцева сама делает массаж сыну. Сюда приезжают врачи в Иркутск раз в полгода. Стулы, по-моему, я не помню. Тоже делают. Но мы никак не можем на нее попасть, потому что у меня ребенок часто болеет. Иммунитет слабый. Когда приезжаешь сюда, нужно, чтобы ребенок здоровый был, анализы все хорошие были. На последнем обследовании врачи выдали заключение о необходимом лечении. Его проводят в Москве, в Институте медицинских технологий. Стоимость четырех курсов – 190 тысяч 800 рублей. Для семьи Зайцев их сумма огромная. Да и на воспитание у неработающей матери еще трое детей. Юра Зайцев, несмотря на свою болезнь, любознательный мальчик. И по словам врачей, чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на выздоровление. Поднимается на стол, ой, ну, за стол садится, сам поднимается на обеденную зону. Кушает самостоятельно. В компьютере любит играть. У него есть несколько своих любимых игр сам. То есть их находит и мышкой управляет. Вот. Рисует неплохо. Все неравнодушные к судьбе Юры Зайцева могут внести пожертвования. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5541. Стоимость каждого отправления – 75 рублей. Количество СМС не ограничено. Добровольный взнос также можно прислать напрямую в РУСФОНД, в том числе с помощью электронных платежей или кредитной карты. Иван Занько, Александр Мокин. Новости сейчас. Во всех иркутских школах проходит генеральная репетиция единого госэкзамена. Выпускники сдали телефоны, получили задания по математике. За отведенное время необходимо справиться с работой. Но результаты этого испытания ни на что не повлияют. У пробного ЕГЭ совершенно другая задача. Об этом Туяна Немаева. Генеральная репетиция перед главным испытанием для школьников. Здесь все по-настоящему. Перед входом изъяты мобильники, в бланке ответа вносятся паспортные данные. Время, отведенное на тестирование, почти 4 часа. Задания такие же, как и на реальном ЕГЭ. За партами ученики сидят по одному. И наблюдатель на пробном экзамене по математике, преподаватель непрофильного предмета. Единственное отличие от реального теста – количество баллов не будет учитываться при поступлении. Однако попытка воспользоваться шпаргалкой или гаджетом во время ЕГЭ карается незачетом. Освобождается от экзамена не только он, но и все 25 человек, которые с ним находились в аудитории. Затем проводится соответствующее расследование. Человек, виновник этого происшествия, в этом году уже не допускается к экзамену. А остальные ребята будут иметь возможность пройти экзамен в резервный день. Но вы понимаете, что это тоже стрессовая ситуация, причем серьезная. Такие площадки называются ППФ – пункт приема экзамена. Во время пробного ЕГЭ в третьей гимназии даже отменены все занятия. За частотой проведения тестирования будут следить с помощью камер видеонаблюдения. В этой школе их будет 16. Все эти изменения вызывают дополнительное напряжение у экзаменуемых и повергают в шок их родителей. Поэтому к подготовке, к испытанию активно вовлекаются школьные психологи. Пожалуйста, ваши ощущения, ваши переживания, ваши впечатления я чувствую сейчас. Я не могу ни с чем ассоциировать волнение, оно просто есть. Одиннадцатиклассник Никита Осокин хочет стать юристом. Пока же на всякий экзаменационный случай Никита пришел к психологу. Ожидание ЕГЭ приносит выпускнику немало беспокойства и волнеи. Мало того, что нужно готовиться, успевать, еще и учителя выполняют свою работу, они дают домашнее задание. Все это нужно время ограничивать, где-то урезать что-то, отдых. Психологи предлагают специальные тренинги. Основная их задача – снизить уровень тревоги и придать уверенности себе. Это релаксация, разговоры, гимнастика и дыхательные упражнения. Причем не только с учениками, но и их родителями. Пробная ЕГЭ также помогает настроиться и подготовиться к завершающему этапу школьной жизни. Что касается сегодняшнего экзамена по математике, он закончен. Результаты будут известны позже и в виде оценки, выставлены в журнал. А пока у выпускников есть возможность освежить свои знания и подготовиться к реальному ЕГЭ, который пройдет 26 мая по литературе и географии. Туяна Немаева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. В Чите планируется создать подворье австралийских казаков с гостиничным комплексом, автостоянками, рестораном, развлекательным центром и другими постройками. Подробнее об этом расскажет ведущий программы «Время новостей» телекомпания «Альтез» Николай Стародубцев. Здравствуйте, Илона. Власти Забайкальского края готовы выделить 52 гектара свободных земель под строительство целой казачьей станицы. В ближайшее время начнется разработка концепции подворья. Будут определены сроки строительства. В Австралии и в Забайкальском крае уже есть инвесторы, готовые вложить свои средства в этот проект. Казаки из Австралии также намерены принять участие в разработке программы «Обмена студентами», организации выставочного центра российской продукции в Сиднее и проведении Дней Забайкальского края в Австралии. А теперь к другим темам. Международный фестиваль искусств «Цветущий богульник» продолжает удивлять и радовать читинских меломанов. Сенсацией этого года стал концерт американского фьюжн-гитариста Стэнли Джордана. Первый вопрос, который возникает с самого начала концерта Стэнли Джордана – как он это делает? Может быть, это магия? Музыкант владеет уникальной техникой – одновременное звукоизвлечение обеими руками посредством тэппинга, постукивания. Он словно играет на клавишах. И действительно, Стэнли Джордан свое музыкальное образование начал в 6 лет с фортепиано. Из-за трудностей в семье с инструментом пришлось расстаться. Гитару стал осваивать самостоятельно в 11 лет. И через два года решил попробовать играть на гитаре, как на фортепиано. Эксперимент удался. Музыкант владеет. Музыкант владеет. Сегодня Стэнли Джордан признан одним из 100 лучших гитаристов всех времен и народов. За более чем 30-летнюю творческую жизнь он четырежды удостоен номинации Грэмми. Его первая пластинка «Magic Touch», записанная в 1985 году, произвела сенсацию в музыкальном мире. С гитарой музыкант практически не расстается. Она сделана на заказ французским мастером Патрисом Вежей. Это лучшая модельная гитара. Моя лучшая гитара с 1988 года. Она имеет замечательную конструкцию и очень точно изготовлена. Когда я играю на гитаре, это не просто механическое исполнение какого-то произведения. Это моя связь с инструментом. Я стараюсь передать эмоции через него. Стэнли Джордан побывал с гастролями более чем в 60 странах мира. В Россию впервые он приехал в 2010 году. Музыкант исполняет лирические баллады, блюзы. В джазовой манере песни Стива Вандера, Ледзеппелен, Битлз. Удивительным открытием для чтенских зрителей стало виртуозное исполнение одновременно на гитаре и рояле. Американский музыкант говорит, что эти два инструмента для него одинаково близки. Стэнли Джордан живет в США, в штате Аризона. Там он преподает музыку. Говорит, что любит работать с людьми любого возраста. И признается, что получает удовольствие, когда его ученики находят в музыке силу и духовную опору в жизни. Екатерина Станиславская, Олег Нескромный, Время новостей. В апреле 2002 года в поселке Дышневедино Чеченской республике при взрыве фугаса погиб сотрудник управления ФСБ по Забайкальскому краю Александр Ермоленко. За самоотверженность, мужество и отвагу он был награжден орденом «Мужество посмертно». Теперь каждый год в этот день его вспоминают в родной школе, где он несколько лет преподавал физкультуру. Уже более 10 лет все знаковые события 1 сентября, 9 мая. Другие праздники проходят в Чеченской школе номер 9 у мемориальной доски капитана ФСБ Александра Ермоленко. Но этот год особенный. Впервые в истории школы в этот день поднят российский треколор. В честь человека, что после окончания педагогического института пришел работать в школу преподавателем. Но в 1995 году сменил мирную учительскую профессию на погоны военного. Поступил на службу в органы госбезопасности. Весной 2002 в составе сводного отряда ФСБ он отправился в командировку на Северный Кавказ. Ну раз он решил, мы уже не противились. И когда пришло время, его отправили в командировку. Отец был тоже в командировке на соревнованиях. Приехал, и мы его провожали. Он говорит, Саша, не поедешь. Он говорит, папа, ты что? Как же я людям буду в глаза смотреть? Помнят Александра Ермоленко не только в родной школе. Каждый год боевые товарищи приезжают на могилу Александра, навещают его семью. По их инициативе в Краснокаменске были организованы соревнования. Ежегодно в кануле Дня защитника Отечества в том бассейне, где тренировался борец ФСБ и кандидат мастера спорта, проводят соревнования молодые пловцы. А я там был начальником. И вместе с Сашей уезжал в Чечню для выполнения долга. Так получилось, что я вернулся. Он нет. Но это мой святой долг. В честь памяти открыли мемориальное соревнование. И вот уже одиннадцатый год подряд проводим эти соревнования. Мне кажется порой, что солдаты С кровавых непришедшие полей. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в верных журавли. В Москве накануне состоялась консультативная встреча на уровне замминистров иностранных дел Монголии и России. В ходе встречи стороны обсудили ход реализации рассмотренных на предыдущем заседании дел, вопросы притворения плана сотрудничества между МИДами двух стран и актуальные вопросы, требующие решения в ближайшее время. Подробнее об этом расскажет ведущая программа новостей телекомпании «Аист Монголия» Эрденыням Пуревдош. Здравствуйте, коллега. Вам слово. Здравствуйте, Николай. Стороны также обменялись мнениями по вопросам проведения визитов на самом высоком уровне и празднования 75-летия победы советских и монгольских войск на реке Халхенгол. Ну а теперь переходим к другим новостям столицы. О них жителям Бурятии готовы рассказать корреспонденты программы новостей «Инэцакт». В Улан-Батре открылась профессиональная фотовыставка «Потерянный мир», отображающая удивительное действие на дикую природу у Монголии. На ней представлены более ста фотоснимков, запечатлевших природу и городскую жизнь. Увидеть ее глазами нашего корреспондента Цен Сурен мы сможем прямо сейчас. Отличие фотографии от живописи в том, что она запечатлевает окружающую обстановку такой, какая она есть на самом деле. В последнее время в нашей стране количество фотолюбителей и выставок заметно выросло. «Потерянный мир» — это вторая крупная фотовыставка, которую организовывает у себя на родине фотограф Тумен Джаргал. Ранее он проводил выставку по священной стране, посвященную Тибету и Индии. «Преимущество фотографии в том, что на ней отображается реальная обстановка. Например, если посмотреть на мои фотографии, запечатлевшие пески, то появляется ощущение, как будто ты сам находишься в этом месте. Если у зрителя действительно появится такое ощущение, значит, моя цель достигнута». Внимание посетителей выставки привлекли фотографии, сделанные в удивительных и живописных местах Монголии, например, на берегу озера Увс, а также фотографии быта простых людей. Все фотографии выполнены на высоком профессиональном уровне. У посетителей, по их словам, возникло чувство, что они сами побывали в тех местах рядом с фотографом. «Мы и раньше передавали репортаж с выставки Тумен Джаргала, которая знакомила нас с Тибетом. В этот раз выставка называется «Потерянный мир» и показывает нам живописные места Монголии. Здесь выставлены более ста фотографий, которые открывают нам удивительный и загадочный мир». Путешествия по разным уголкам Земли, выбор объекта, места и времени, съемки, в конце концов, сама профессиональная съемка и организация выставки – все это требует немало времени и финансовых затрат. Поэтому фотограф Тумен Джаргал обратился к молодым коллегам с призывом относиться к своему творчеству от всей души и быть терпеливыми. Тумен Джаргал планирует открыть еще одну выставку «Потерянный мир-2», на которой он представит нашему вниманию жизнь и быт уйгурского народа. Цен Сурен, Адганбат, Айст Монголия. Продолжается эпопея монгольской команды Таманхуру, или «Пять пальцев», совершившей кругосветное путешествие на велосипедах. В этот раз велосипедисты, которые призывают молодежь к здоровому образу жизни, стартовали с центральной точки города. Следующий отрезок их пути ведет к озеру Байкал. Осенью команда планирует совершить велосипедное путешествие на южнокорейский остров Чеджу. С подробностями путешествия нас познакомит Дэнсма. Сейчас вы видите фотографию, сделанную 12 апреля 1992 года, сразу перед тем, как команда Таманхуру во главе с журналистом Джаргал Сайханом отправилась в кругосветное путешествие. Они проехали по территории 21 страны, преодолели расстояние почти в 26 тысяч километров и спустя 294 дня вернулись на родную землю. Сегодня их смена. Пять молодых людей отправляются в международное путешествие. С одной стороны, в такой экстремальной поездке мы испытаем свои силы, терпение и мужество. С другой стороны, мы надеемся призвать молодых людей не сидеть дома, а взять свои велосипеды и отправиться в свое путешествие. Полное приключений. К путешествию команда подготовилась основательно. Они запаслись визами, другими необходимыми документами, спальными мешками, котлом для еды и лекарствами для оказания первой медицинской помощи. Кроме этого, они сами изготовили некоторые приспособления для велосипедов, необходимые в дороге, но которые трудно купить в обычных магазинах. Для настоящего путешествия совсем не обязательно иметь дорогую машину и потратить много денег на подготовку. Эту мысль постарались донести члены команды Таванхуру. Например, настоящая велосипедная дорожная сумка стоит очень дорого. Мы купили спортивные сумки на рынке и сами сделали необходимое крепление. Точно так же, своими силами, мы прикрепили очки к этой шапке. Каждый член команды имеет свои обязанности. Баджаргал, который по профессии инженер, отвечает за ремонт велосипедов. Батетгел отвечает за безопасность команды. Остальные отвечают за фотосъемки и видеорепортажи во время передвижения, прокладывают маршрут и обеспечивают команду пропитанием. С этой площади 22 года тому назад, во времена перехода от социализма к демократии, пять молодых людей мужественно отправились в немыслимое тогда кругосветное путешествие. Сегодня команда Таванхуру-2, продолжая дело первых велопутешественников, готова дать старт. Их маршрут пролегает от Улан-Батора до Улан-Удэ. Эти 600 километров они проедут на велосипедах и вернутся на эту самую площадь 20 апреля. Саланго, Энхбилэк, Айст, Монголия. Это были новости Монголии. Спасибо за внимание и передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты телекомпании Си-Си-Тиви Русский из Пекина. Телеканал Си-Си-Тиви Русский приветствует зрителей программы «Середина земли» в студии Намила. В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о некоторых событиях в Китае. Все больше жителей КНР стремятся лечиться за рубежом, медицинский туризм становится все более популярным. Подобная практика распространена во многих странах мира, однако для Китая является абсолютно новым явлением. О плюсах и минусах лечения за границей наш следующий материал. Два года назад у Цинджин диагностировали рак легких третьей степени тяжести. Она обращалась к лучшим врачам Китая, однако лечение проходило тяжело и практически без результата. Женщина мучилась от побочных эффектов лучевой и химиотерапии. В феврале прошлого года было принято решение ехать в американскую клинику. Там Цинджин прошла различные процедуры и сейчас чувствует себя намного лучше. Теперь я чувствую себя намного лучше. У меня улучшился аппетит. Когда я вернулась в Шанхай, то ела очень много овощей и рыбы. Кроме того, я стала дольше спать. Правда, лечение за границей обходится недешево. В среднем трехмесячный курс в клиниках США стоит от 100 до 150 тысяч долларов. Но здоровье бесценное, поэтому поездка за рубеж для многих является единственной альтернативой, когда врачи в Китае не могут помочь. Для Инжеляна медицинский туризм – последняя надежда. У брата выявили редкое заболевание крови. Лечение доступно только в Соединенных Штатах Америки. Вся семья стала искать клинику в США. У нас на это ушло более шести месяцев. Мы знали, что лечение доступно в США, но все же потребовалось немало времени, чтобы найти подходящую клинику. Мы попросили помочь друзей и сами очень много искали в интернете. Заметив подобный спрос на рынке, в Китае стали появляться специальные медицинские компании, которые готовы подобрать клиники за границей, направить туда пациентов и подготовить истории болезни. Наша компания занимается поиском клиник за рубежом для наших клиентов. Конечно, большинство людей беспокоится о том, какой будет конечный результат. Однако мы можем гарантировать только то, что найдем больницу и врачей, которые подходят им лучше всего. Медицинский туризм в Китае пока только зарождается. И в настоящее время в этой области полностью отсутствуют какие-либо правила и нормы, что может привести к правовым, этическим или финансовым конфликтам. Я надеюсь, что Ассоциации врачей и Министерство здравоохранения разработают стандарты и правила поведения на этом рынке. Компании не должны вводить в возобложение пациентов ложной информации, потому что речь идет об очень больших суммах, но самое главное – о жизни и здоровье людей. Важно помнить, что медицинский туризм дарит надежду, но не гарантирует результат. Поэтому пациенты и их семьи, выбирая лечение за границей, должны хорошо взвесить все «за» и «против». Это все, о чем мы хотели рассказать вам на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok